Надеюсь, что меня хорошо слышно. Да. Отлично. Тогда всем привет. Меня зовут Ваня Максимов. Я Data Science Team Lead в Delivery Club. И сегодня я буду рассказывать про то, как можно ускорять АБ-тесты без сложных механик вроде кьюб, а какими-то другими способами. Ну, для начала пару слов о себе. Собственно, в Delivery Club наша команда делает свою АБ-платформу и персональные рекомендации. Из интересного про АБ-тесты мы еще ресерчим и внедряем switchback-эксперименты в логистике. Это тоже некоторый аналог АБ-тестов, но с зависимыми ГИО. Я примерно 5 лет работаю в Data Science, закончил SchoolTech, менторю ребят в MADE. это некая школа анализа данных от УВК уже, не мыла. И я искренне верю, что Data Science и ML нужен для того, чтобы приносить пользу бизнесу. Поэтому я веду свой Telegram-канал ML4Value. В конце доклада я оставлю на него ссылку. Если будет интересно, подписывайтесь. Ну и для начала давайте попробую рассказать, почему в целом я решил делать этот доклад. В общем-то, в начале этого года в Delivery Club появилась своя АБ-платформа и, как вы видите по графику, в первом квартале мы через нее запустили всего 9 АБ-тестов. Собственно, сейчас в третьем квартале их уже 44. И если делать такую линейную интерполяцию в четвертом квартале, то их будет уже около сотни. И мы уже сейчас запускаем и завершаем более одного теста в день. Давайте попробую рассказать, собственно, за счет чего это можно сделать и что можно применить в принципе в любой компании. О чем в целом будем говорить? Ну, первое – это о том, какие параметры есть у АБ-теста и как они связаны с множественным сравнением гипотез. Потом поговорим о том, что такое хорошие метрики и как снизить их дисперсию. Далее перейдем к параллельным АБ-тестам. Это такая история, когда вы на одном пользователе можете прогонять сразу несколько АБ-тестов. Потом еще подумаем, как дополнительно можно ускорить АБ. Ну и в конце я расскажу, за счет чего же получилось такое ускорение тестов в Delivery и попробую порассуждать на тему того, с чего можно начать ускорение АБ-тестов в вашей компании. Ну, давайте начнем. И самое первое, собственно, у любого АБ-теста есть некоторые параметры и нам нужно их выбрать. В целом АБ-тест состоит из следующих вещей. Нужно выбрать, собственно, альфа и мощность, количество групп. Это АБ-тест, АБ-ц-тест, АБ-ц-д и так далее тест. Нужно выбрать некоторые метрики, по которым вы сравниваете эти две группы или три группы. Прикинуть, какой минимальный ожидаемый прирост вы ожидаете. Ну, и дальше, собственно, посчитать эти метрики, переменить стат-тест и вынести вердикт, отличаются эти группы или нет, и в конце концов катим ли мы фичу, которую проверяли в АБ-тесте или нет. Про параметры АБ-теста я имею в виду, что это альфа, пауэр, количество групп и набор метрик. Давайте попробуем их подробнее разобрать и посмотреть, как их изменение влияет на необходимое количество наблюдений в АБ-тесте. Ну и, наверное, первое, самое стандартное, это альфа и мощность. Собственно, я думаю, вы все знакомы с вот этой формулой количества наблюдений из Т-теста. Если не знакомы, то давайте напомню. Собственно, необходимое количество наблюдений это два, умноженное на некую комбинацию критических значений распределения студента на уровне значимости альфа пополам, если у вас двусторонний тест. При мощности некоторой бета это просто единичка минус мощность. Бета – это ошибка второго рода. Также здесь учитывается дисперсия метрики, сигма в квадрате, и минимальное ожидаемое изменение метрики это дельта в квадрате. Да, внизу, чтобы напомнить, что такое Z на уровне альфа пополам, я приведу такой график. Собственно, здесь показано стандартное нормальное распределение. Если у вас двусторонний тест, то вы закрашиваете два хвоста этого распределения слева и справа так, чтобы в каждом посте было альфа пополам процентов точек. Ну и, собственно, критическое значение Z альфа пополам – это вот то, что на графике изображено как U, здесь сигма пополам почему-то. В общем-то, это критическое значение распределения студента, которое, в общем-то, стремится к нормальному распределению, если у вас достаточно много наблюдений. Давайте подумаем, как вообще можно выбирать альфа и мощность, и как это влияет на необходимое количество наблюдений в нашем тесте. Что я буду делать в целом дальше? Я буду сравнивать ситуацию, когда у нас альфа 5%, мощность 80%, две группы, одна метрика, с некоторыми измененными параметрами. Ну вот, и оказывается на самом деле, что если у нас альфа 5% мощность 80%, то альфа пополам и бета будут вот такими, 2,5% и 20%. Ну и если вы посчитаете аккуратно Z альфа пополам плюс Z бета и так далее, то что окажется? Что если при альфа 5% и мощности 80% вам нужно X наблюдений, то уменьшая альфа с 5% до 1%, вам нужно в 1,5 раза больше наблюдений, ну и так далее. Собственно, в худшей ситуации, когда у вас альфа 1% и мощность 95%, вам нужно примерно в 2 с небольшим раза больше наблюдений, чем в случае альфа 5% и мощность 80%. Стоит оговориться, что вот этот кейс, когда альфа 1% и мощность 95%, он относится к ситуации, когда у вас наименьшие ошибки первого и второго рода, но, собственно, за минимизацию ошибок приходится платить увеличением количества наблюдений. Здесь, наверное, стоит сказать, что если вы только начинаете применять АБ-тесты, то практически в любой компании я бы посоветовал применять альфа 5% и мощность 80%. Это будет достаточно хорошо работать, и вам не нужно будет так уж много наблюдений. Так, с альфой и мощностью вроде бы разобрались. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас это количество групп. Собственно, в формуле выше было 2 группы, и мы 2 умножали на некоторый следующий коэффициент. Кажется логичным, что если группа 3, то нужно просто 3 умножить на то же самое. Но на самом деле все не совсем так. Почему? Ну, потому что когда у вас 3 группы, вы на самом деле проверяете не одну гипотезу, что средняя в группе А равно среднему в группе Б, а вы сравниваете группу А и Б, А и С и Б и С. То есть у вас на самом деле становятся не 2 гипотезы, а 3. Если это обобщить на произвольное количество групп, то у вас появляется сочетание из количества групп по 2 гипотезы, потому что вам нужно сравнить метрики в каждой группе с каждой. И на самом деле от количества групп очень сильно меняется необходимое количество наблюдений. То есть если вы меняете количество групп с 2 до 3, то есть увеличиваете их в 1,5 раза, необходимое количество наблюдений растет уже в 2 раза. Вот о таком эффекте не стоит забывать, потому что при дизайне теста многие забывают про то, что уровень значимости на самом деле тоже меняется. Здесь такая небольшая оговорка, что я менял уровень значимости, учитывая поправку Банферония. Можно делать другие поправки, которые менее консервативные, но для простоты давайте возьмем просто поправку Банферония. Ну и если вы думаете, что ситуация, что в вашем АБ-тесте будет много групп, вас точно не коснется, то скорее всего вы ошибаетесь. Есть такой знаменитый случай, когда компания Google думала тестировать 41 оттенок синего цвета для своих ссылок в выдаче. Ну и если вы обратите внимание, 41 оттенок серого-голубого – это 41 группа. И если Google использует вместо двух групп 41, то это, в общем-то, рост количества групп примерно в 20 раз, но потребуется не в 20 раз больше данных, а в 62. Что, в общем-то, очень-очень плохо, и так делать не нужно. Пожалуйста, не используйте, пожалуй, практически никогда больше двух или трех групп. Особенно такие истории любят делать в маркетинге. Ну, например, есть набор скидок – 10, 15, 20 процентов, есть набор текста для куш-уведомлений, и есть время, в которое его можно отправить. В маркетинге очень любят делать так, что берут всевозможные комбинации этих трех вещей, получают как раз вариантов 50 и хотят завести АБТ-тест с 50 группами. Пожалуйста, так не делайте, у вас будет просто взрывное количество наблюдений, которые необходимы для этого АБТ-теста. Так что, в целом, я бы рекомендовал использовать либо две, либо три группы в вашем АБТ-тесте. Ну и далее, что тоже бывает довольно интересно, про количество метрик. В учебниках мы обычно сравниваем группы А и группы Б по одной метрике, но в реальном бизнесе, во-первых, мир чуть сложнее, все сложно писать только одной метрикой, и бизнес в целом любит считать как можно больше всего, поэтому нередкостью видеть АБТ-тест с 20 или с 50 метриками. Ну и тут стоит помнить, что на самом деле, если у вас одна метрика и вам необходимо х наблюдений, то если у вас метрик 20, то вам нужно в два раза больше. Ну, кажется, что не так страшно, метрик-то в 20 раз больше, а наблюдений всего в 2, но проблема в том, что это не единственная проблема. Еще зачастую проблема большого количества метрик в том, что они коррелируют. На самом деле очень сложно придумать условно 20 ортогональных метрик, которые никак не коррелируют друг с другом. Вот допустим, если вы завели тест с 20 очень похожими метриками, у вас могло оказаться так, что условно конверсия из шага второго в четвертой воронке растет, растет количество кликов, например, на iOS и средний чек в Москве вырос, а 17 похожих метрик никак не поменялись. И вот аналитик сидит, думает, вообще значим тест или нет, что-то мы поменяли в хорошую сторону или нет. Но на самом деле это проблема, но это еще не все. В таких ситуациях зачастую есть заинтересованные люди, которые могут сказать, что вот мы вырастили клики на iOS, мы вырастили средний чек в Москве. Ну, это значит, что мы улучшили метрики премиум пользователей, потому что в Москве высокий средний чек, и на iOS тоже высокий средний чек. Вот такой вывод делать нельзя. И в целом вы должны с самого начала выбирать какую-то одну конкретную гипотезу, по-хорошему одну метрику, которая хорошо эту гипотезу описывает, и в конце АБ-теста должны проверять изменения только этой метрики. Глобально практически любой АБ-тест можно описать там тремя, может быть, четырьмя основными метриками, и зачастую все остальные – это просто вспомогательные, по которым выводы делать не нужно. Они нужны, например, для генерации какого-то количества инсайтов для будущих АБ-тестов. Но по ним выводы делать нельзя. Глобально используйте, наверное, три, может быть, четыре максимума ключевых метрики в АБ-тесте, по которым вы решаете, улучшилась фича или нет. Ну и в целом я описал ситуацию про альфа, мощность, количество групп и количество метрик. А вообще, насколько все плохо, что будет, если мы сравним учебный АБ-тест, где у нас вот такие параметры, и реальный, где параметры выглядят вот так. Тоже, если вы думаете, что это какие-то нереальные параметры, которые никогда не бывают в жизни, бывают. Я видел подобные дизайны ни в одной компании даже, в нескольких, поэтому это вполне реальные параметры АБ-теста. Ну, вы можете на пару секунд задуматься, во сколько раз нужно будет больше наблюдений. Можете остановить видео, если смотрите в записи. Ну, а ответ примерно следующий. Нужно почти в пять раз больше наблюдений. В общем-то, в пять раз это очень и очень много. Это условно вы вместо десяти АБ-тестов могли бы проводить пятьдесят, но не можете. Ну, и глобально, что делать с параметрами АБ-тестов? Я бы предложил ввести такое очень простое правило, что если вы только начинаете проводить АБ-тесты, всегда выбирайте альфа пять процентов, мощность восемьдесят. Это достаточно хорошо работает. Тут не нужно придумывать чего-то сверхнеобычного. тоже всегда брать не более трех групп и не более трех ключевых метрик, по которым вы решаете, катить фичу или нет. Тут тоже есть небольшая оговорка, что на самом деле могут быть десять, двадцать, тридцать вспомогательных метрик, по ним вы не принимаете решения. Они нужны для генерации новых гипотез или для понимания того, почему, собственно, АБ-тест показал себя хорошо или плохо. Так, я думаю, на вопросы в чате я отвечу в конце доклада, чтобы не прерываться. Так, ну, что ж, параметры АБ-теста мы выбрали. Теперь понимаем, что нужно выбирать там две, три, четыре метрики ключевые. Ну, и есть хороший вопрос, а как выбирать те самые метрики? Ну, вообще, вы можете брать ваши стандартные метрики, типа средний чек, конверсии, ретеншн, но зачастую эти метрики очень высокоуровневые, их очень тяжело прокрасить в АБ-тесте. Поэтому зачастую использовать некоторые прокси-метрики. Что это такое? Ну, вы можете построить некоторое дерево метрик вашего приложения, продукта, чего угодно. Здесь вот тоже некоторое дерево метрик, возможно, не самое лучшее, но тем не менее. И вы можете брать, например, не арпу, который очень высокоуровневая метрика, ее очень тяжело прокрасить. Напомню, арпу – это средняя выручка или доход на одного клиента. А вы можете брать, например, его средний чек или даже его среднее количество продуктов в одном заказе. Зачастую эти метрики довольно хорошо коррелируют с тем же самым марку, но краситься в АБ-тесте гораздо проще. Ну и здесь я приведу пример. Здесь есть клиентский сервис раздел. Допустим, вы можете мерить качество клиентского сервиса как среднее время от захода в приложение до совершения заказа. Ну и в целом, почему-то все очень любят среднее, наверное, потому что есть средний чек, который, если умножить на конверсию, на трафик, получится выручка. Но в случае со средним временем не обязательно брать среднее. Можно брать вообще что-то совсем другое, делать некоторую трансформацию метрики. Можно брать, например, не среднее время, а среднее от логарифма времени или можно брать вообще непрерывную метрику, а превратить время до заказа в бинарную 0.1 и считать вашу итоговую метрику как долю пользователей с временем до заказа меньше, например, 15 минут. Что важно, важно убедиться, что вот эти метрики трансформированные или прокси действительно влияют на вашу целевую метрику. Это такой очень-очень важный момент. Так, собственно, что еще есть? Зачастую мы используем на самом деле рейшиометрики. Что это такое? Рейшиометрика – это такая метрика, где в числителе есть, например, сумма чего-то и в знаменателе сумма тоже чего-то. Допустим, CTR – это рейшиометрика. Мы в числителе складываем все клики пользователей, а в знаменателе – все просмотры пользователей. Тут тоже обратите внимание, что есть CTR некоторый глобальный, когда мы делим сумму кликов на сумму просмотров. Можно считать CTR поюзерный. Это когда мы считаем CTR каждого пользователя. Например, пользователь Василий посмотрел пять объявлений, кликнул на два, у него CTR две пятых. И потом усреднять по пользователям. Что интересно, что эти метрики очень разные. Почему? Ну, собственно, потому что вот такой глобальный CTR – это на самом деле взвешенный поюзерный CTR. И если CTR пользователей взвешивать на просмотре или клике, то вы можете получить некоторый глобальный CTR. Зачастую нас интересуют именно такие рейшиометрики, глобальные вещи. Ну, например, потому что нас может интересовать конверсия из захода в приложение в заказ, именно глобальная, потому что если ее умножить на средний чек и на трафик, то получится выручка. А если по юзерную конверсию умножить на средний чек и трафик, то получится не выручка, а что-то другое. Так, собственно, поэтому придумали очень классную вещь, крайне простую, но крайне эффективную. Она называется линеаризация. Как ее посчитать? Ну, собственно, линеаризованный CTR можно прочитать очень просто. Вы берете сумму кликов конкретного пользователя и вычитаете сумму просмотров, умноженную на некоторый коэффициент. И коэффициент – это просто глобальный CTR в группе А, то есть в группе контроля. Ну и тогда, если у пользователя, у Василия было 5 просмотров и 2 клика, собственно, тогда у вас линеаризованный CTR Василия будет 2 минус вот некоторый коэффициент, умноженный на 5. Очень просто считается, очень быстро, и далее вы можете просто проводить обычный T-тест над новой метрикой, которая называется линеаризованный CTR. Зачем это делать, спросите вы. Ну, во-первых, есть доказательства, что линеаризованный CTR сонаправлен с вот таким глобальным CTR, который является рейшиометрикой. А по юзеру CTR далеко не всегда с ним сонаправлен. Во-вторых, довольно часто получается так, что линеаризованная метрика имеет гораздо более низкую дисперсию, чем изначальная по юзерной метрика. И на самом деле с помощью линеаризации вы можете очень сильно ускорить ваши АБ-тесты. Самое большое, что я слышал про ускорение через линеаризацию, это довольно известный доклад от Яндекса, который рассказывал Валерий Бабушкин. И он рассказывал, что с помощью линеаризации удавалось достичь ускорения в некоторых метриках до 100 раз. В моей практике максимальное ускорение от линеаризации я видел в 5 раз. То есть вам нужно в 5 раз меньше наблюдений для того же теста, что на самом деле тоже очень классный результат, потому что проводить в 5 раз больше тестов, чем раньше, это очень здорово. Тем более, если это можно сделать так дешево, просто выполнив одно вычитание и одно умножение. Я очень подробно на технических деталях останавливаться не буду, но вы можете о них почитать вот в этой статье. Она в целом очень понятная, и я думаю, многим может понравиться. Очень рекомендую. Что ж, мы метрики выбрали, то есть мы взяли или изначальные метрики вроде среднего чека, или мы взяли какие-то их прокси, например, количество товаров в корзине. Возможно, мы какие-то метрики линеаризовали. Собственно, а что дальше? Допустим, метрики уже выбраны, но у них все равно большая дисперсия. Из-за этого нам требуется очень много наблюдений в нашем АБТС. Как снижать их дисперсию? Я напомню формулу количества наблюдений в АБ. Ну и, собственно, дисперсия и метрики здесь есть справа в числителе. Ну и снизив дисперсию метрики, например, в два раза, мы в два раза же снизим необходимое количество наблюдений. Ну и обычно большая дисперсия у метрик, которые имеют распределение с такими длинными-длинными хвостами. Ну, например, если вы возьмете распределение какого-нибудь среднего чека, то у него основное множество наблюдений колеблется недалеко от среднего, в районе от 200 до 500 рублей на этом графике, но есть очень-очень длинный хвост, потому что какие-то люди покупают действительно на очень большие чеки. Почему так может быть? Ну, во-первых, если это метрика среднего чека, то у вас могут быть обычные пользователи, а могут быть, например, оптовики, которые закупают оптов. В Delivery Club тоже есть такая ситуация. У нас есть просто пользователи, которые заказывают еду в кафе, в ресторанах, в магазинах. И у нас есть такая небольшая доля людей, которые заказывают еду на банкеты. Ну, собственно, вы можете представить, что человек на банкете может быть и 100, и 200, и 300 тысяч. Таких людей крайне мало, но они есть. и такие выбросы действительно очень сильно увеличивают дисперсию наших метриков. Что можно в таких кейсах делать? Ну, самое очевидное удалить выбросы, например, посчитать 99-й квантиль распределения, например, среднего чека, и обрезать все то, что больше него. Можно на самом деле еще выбросы заменить на 99-й квантиль. Ну, например, если у вас 99% средних чеков меньше, допустим, 5000, то если средний чек больше 5000, вы можете его заменить на 5000. Это тоже довольно хорошо работает. Ну, либо на самом деле вы можете применить какие-то стат-критерии, которые устойчивы к выбросам. Пожалуй, самый известный такой критерий это ранговый критерий Манна-Витни, собственно, ранговый, говорит о том, что он переводит выборки в ранги, и поэтому он очень устойчив к выбросам. Но ничего не бывает бесплатно. Его особенность в том, что он проверяет не гипотезу о равенстве средней. Он на самом деле проверяет гипотезу о том, что нет сдвига в распределениях. Но если вы посмотрите в деталях, то он выглядит вот так. то есть есть предположение, что плотность распределения группы А выглядит как некая неизвестная f от x. Плотность распределения в группе В как некая неизвестная f от x плюс какой-то сдвиг дельта. И у рангового критерия Манна-Витни гипотеза то, что вот этот сдвиг равен нулю, и альтернатива стандартная либо не равен нулю, либо больше, либо меньше. Отличный критерий, но нужно помнить, что он проявляет не гипотезу о средних. Ну, либо можно пойти чуть более сложными способами, когда я вижу очень много вопросов в чате, но я думаю отвечу на них в конце доклада. Да, либо можно пойти чуть более сложными способами, я их буду называть глобально применить линейную регрессию в кавычках, ну и под этим я подразумеваю такие уже более-менее известные методы, как стратификация и кюбд, так и, наверное, чуть менее известный купак. Ну и давайте я, наверное, расскажу, что это за методы, почему я называю их линейной регрессией и вообще как они считают и что они из себя представляют. Ну, вообще, если вы внимательно посмотрите, то обычный AB-тест с T-критерием можно представить как линейную регрессию, то есть вы берете вашу метрику и просто строите обычную линейную регрессию на one-hot закодированную переменную, которая равна единичке, если пользователь в тестовой группе, и нулю, если нет. Ну и, собственно, есть листозначимое отличие в группах A и B, можно понять по статозначимости коэффициента A1. В общем-то, вот так просто можно представить AB-тест в виде линейной регрессии. Но раз AB-тест это линейная регрессия просто с одним признаком, то, возможно, можно добавить и другие. Ну, на самом деле, да. Если вы добавите некоторые категориальные признаки, например, город, который закодирован как тоже one-hot вектор, то есть у вас переменная из MSK равна единичке, если пользователь из Москвы, нулю, если нет, из SPB равна единичке, если пользователь из Санкт-Петербурга, нулю, если нет, то что окажется? Окажется все весьма интересно. У вас коэффициент A1 перед переменной из тест останется точно таким же, он не изменится. Но на самом деле уменьшится его дисперсия за счет того, что часть дисперсии метрики объяснится через переменные из MSK и из SPB. Зачастую это довольно мощные признаки для таких метрик, как средний чек, потому что доходы в Москве и в Питере действительно существенно больше, чем в остальной России. Ну и собственно линейная регрессия с такими категориальными фичами, которые представлены как one-hot вектор называется стратификация с небольшими оговорочками. Но грубо говоря вот такую линейную регрессию называют стратификацией. Немножко другую линейную регрессию это когда у вас есть метрика во время теста. Вы можете взять метрику до теста, когда на нее не было никакого воздействия. и использовать ее как фичу. Ну собственно вот такая линейная регрессия называется кьюбд и тоже довольно хорошо работает на самом деле. Ну и есть еще более продвинутая линейная регрессия. Это купак. Это тоже линейная регрессия, куда вы можете вставлять практически любые признаки с некоторыми ограничениями, про которые вы можете наверное чуть поподробнее прочитать вот в статьях ниже, где все эти методы сравниваются и о них рассказываются. Так что в принципе все практически все известные методы ускорения АБ-теста можно грубо говоря назвать разными вариантами линейной регрессии. И на самом деле об этом гораздо проще думать и гораздо проще объяснять другим людям через линейную регрессию. Да, тоже видел комментарии в чате. Да, не стратификация, а пост стратификация. То есть я имею в виду не стратифицированное сэмплирование наблюдений, а пост стратификация. Так ну хорошо, то есть мы теперь с вами умеем выбирать параметры АБ-тестов, умеем выбирать метрики, умеем снижать дисперсию метрик, но что если мы все это применили и у нас все равно нужно в среднем например 10% наших пользователей на один АБ-тест. значит ли это что больше 10 тестов единовременно мы проводить не можем? Ну вообще-то говоря нет, потому что можно проводить несколько АБ-тестов над одним пользователем. И есть на самом деле разный вариант как это делать. Есть первый, самый простой вариант это взять просто и предположить, что все тесты вообще у нас независимы. ну тогда мы можем пользователей распределять в группы как просто некоторая хэш-функция это идишник пользователя плюс название эксперимента раскидываем пользователей на 100 бакетов и говорим, что вот первые 50 в группу А, вторые 50 в группу В. То же самое для второго, третьего, четвертого теста. и у нас за счет того, что название эксперимента каждый раз разное, то пользователь будет каждый раз иметь попадать в разную группу. Из плюсов мы можем проводить сколько угодно тестов на одного пользователя, но мир не бывает таким розово прекрасным. Из минусов это то, что мы никак не контролируем пересечение тестов. Это означает, что какие-то зависимые тесты мы можем упустить. Ну вот здесь я привел гипотетический пример АБ-теста в Delivery. Собственно, представьте, что мы решили вставить вот такой большой красивый баннер с каруселью скидок и одновременно с этим проводить тест ранжирования категорий ниже. И решили делать это на одних и тех же пользователях. В чем проблема? Ну, проблема очевидна в том, что тест вверху влияет на тест внизу. Почему? Потому что большая красивая карусель скидок сдвигает категории вниз. Раньше этой карусели не было, сейчас есть. Кликов на категории меньше, плюс пользователь, например, мог взять томаты из категории скидки и поэтому реже заходить в категорию овощи. Собственно, у нас нарушается предпосылка независимости тестов. На самом деле пользователи тоже иногда могут становиться зависимыми через пересечение тестов. В общем, это огромное множество проблем, и вы практически никогда в таком дизайне не можете понять истинный эффект от АБ-теста, и даже был ли он вообще или нет. Что можно делать? Вообще есть очень интересная механика слоев. Она была изначально предложена компанией Google, и сейчас очень активно используется практически во всех крупнейших компаниях. Идея там крайне простая. Вообще есть тесты зависимые, есть независимые. Ну и давайте мы зависимые тесты разводить, то есть проводить их на разных пользователях, а независимые параллелить. То есть если два теста независимые, то их можно провести на одних и тех же пользователях. Ну и далее давайте мы разделим наше приложение или наш бизнес на некоторые слои. Да, слой это может быть, например, экран приложения, допустим, главная страница, страница корзины, страница поиска, и тогда мы предполагаем, что внутри слоя все эксперименты зависят, а между слоями нет. Ну предположение довольно логичное, то есть наверное действительно эксперименты в поиске вряд ли влияют на эксперименты на экране корзины. Ну и например тогда вот в кейсе в предыдущем мы могли бы проводить на одних и тех же пользователях эксперимент с вот этой вот каруселью скидок и например эксперимент с изменением времени на нашей главной странице. они на разных экранах приложения поэтому в целом их можно проводить на одних и тех же пользователях и в этом смысле их параллелить. Давайте наверное разберемся как эта механика слоев работает. Я немножко удивился, но почему-то в открытом доступе есть крайне мало информации про это. Но давайте я расскажу как это можно сделать. В этой механике есть три шага. Первый шаг это разделить всех пользователей на бакеты. Обычно делят их например на 100 бакетов. У меня есть например ID пользователя 431 я беру от него некоторый хэш остаток отделения на 100 и таким образом он попадает в один из 100 бакетов. Все эти бакеты одинаковые на всех слоях в нашем кейсе одинаковые на всех экранах приложений. То есть пользователь в первом бакете на главной странице в первом бакете на экране ресторана и в первом бакете на экране корзины. Естественно в этом первом бакете есть довольно много пользователей по сути в среднем там 1% всех наших пользователей. Что мы делаем дальше? Далее мы выбираем на каких бакетах и в каком слое мы запускаем тест. Например если мы хотим как-то по-другому отображать итоговую стоимость то естественно мы отображаем на корзине поэтому мы выбираем слой корзина и допустим нам нужно первые два бакета то есть 2% пользователей. Номера бакетов мы просто выбираем вручную для теста. что важно мы запускаем один тест на бакет и слой то есть если мы на первый и второй бакет в слое корзины уже запустили тест то никакие другие тесты на первый и второй бакет в слое корзины запускаться уже не могут. Ну и на самом деле есть еще третий шаг вот мы выбрали 2% наших пользователей дальше их нужно как-то поделить на группы ну и они делятся на группы таким вторым солированием грубо говоря это просто хэш-функция от айтишника пользователя и например название эксперимента ну и пусть мы делим на 24 новых бакета и как-то их распределяем на группы а и б ну и тогда в первом эксперименте в корзине который идет с 1 по 14 октября наш пользователь попадет например в 15 бакет и в группу B а в новом тесте который допустится после текущего с 15 по 28 октября он попадет во второй бакет и в группу А возможно выглядит немножко сложно эта механика но на самом деле она позволяет действительно разводить зависимые эксперименты и параллелить независимые и это очень мощная механика которая позволяет проводить просто в разы больше тестов практически в любой компании если будет интересно вы можете почитать оригинальную статью от Google она есть на слайдах чуть повыше так ну собственно теперь мы поговорили о метриках параметрах АБ-теста ускорении метрик даже о параллельных тестах но можем ли мы сделать все-таки что-то еще ну представьте что мы вот сделали все что выше написано посчитали что на АБ-тест нужно например 10% пользователей на 11 дней ну и то что мы еще берем день на анализ теста мы прикидываем что в принципе мы оценим нашу фичу за 12 дней так в целом пишут в учебниках но к сожалению в реальности зачастую бывает не так а бывает примерно вот так ну во-первых дизайн теста может занимать не одну минуту а и 2 и 3 дня потому что бывает очень сложно выбрать метрики очень сложно определиться какой процент пользователей мы можем взять на какое время также бывает такая вещь как очередь тестов то есть если у вас запускается много тестов в компании то зачастую они занимают все пространство и вы вынуждены ждать пока освободится пространство под ваш тест далее что интересно сам АБ-тест обычно к сожалению тоже идет дольше первая причина почему он идет дольше объективная ну вообще-то говоря хорошо АБ-тест запускать на количество дней которые кратно 7 чтобы избежать некоторого сезонного эффекта ну например ваша фича может лучше работать по выходным а в будни работать плохо если вы запустите ваш АБ-тест например на 10 дней и туда попадет 4 выходных и 6 будних дней то это не отображает реальное соотношение будней и выходных тогда когда вы раскатите фичу поэтому обычно если даже по дизайну АБ-тест нужно держать 11 дней то вы вынуждены запускать его как минимум на 14 ну и далее часто бывает такое что вы запустили АБ-тест прошла неделя и вдруг вы поняли что ваша фича не до конца работает забыли что-то сделать забыли добавить метрики или что-то еще и приходится АБ-тест перезапускать да к сожалению если вы делаете АБ-тест в полуручном режиме то такое может происходить довольно часто ну и далее если кажется что анализ АБ-тест очень просто то нет он может занимать очень много времени ну во-первых потому что аналитики не только анализируют АБ-тест а делают что-то еще это если вы анализируете тест вручную ну и во-вторых после первого расчета теста вдруг вас могут попросить досчитать какие-то метрики или еще что-то такое это очень неправильный подход но такое много где практикуют ну и также финальное решение тоже на самом деле может быть немножко затянуто и в итоге в печальной реальности да ваш АБ-тест может длиться не 12 дней а 45 собственно в 3 раза дольше даже почти в 4 раза дольше что с этим можно поделать ну во-первых можно завести единый стандарт для дизайна теста это как то что я говорил про альфа мощность и так далее так и например вы можете завести стандартные метрики для каждого направления например метрики поиска метрики корзины всего остального вы можете договориться что длительность теста всегда стандартная она либо 2 либо 3 недели и что очень важно хорошо бы валидировать АБ-тесты то есть ваши фичи именно в продакшене уже до запуска боевого АБ-теста обычно это делается так что АБ-тест раскатывается там примерно разработчика продукта и тестировщика и они могут посмотреть а действительно ли эта фича правильно работает ну и если вы сделаете такой единый стандарт дизайна то ваш тест почти наверняка запустится корректно и это очень сильно сократит его время одну секундочку что еще можно сделать ну если у вас в компании АБ-тестов много их запускают разные отделы то вообще то было бы хорошо как-то координировать запуск этих АБ-тестов поэтому можно сделать некоторый календарь АБ где видна очередь экспериментов например вы знаете что пространство освободится только через месяц значит вы через месяц его забронируете заранее и скажете хорошо значит у меня есть месяц на разработку это позволяет вообще-то говоря планировать и даже приоритизировать АБ-тесты что позволяет запускать действительно важный АБ в эксперимент а не перекрашивание кнопки из голубого в светло-голубый что еще довольно важное ну в целом довольно важно автоматически считать АБ-тесты под этим я подразумеваю то что у вас метрики во всей компании считаются одинаковыми я думаю многие слышали истории про то что там разные отделы могут немножко по-разному считать метрики это очень плохая история для АБ поэтому единообразие расчета это важно плюс автоматический расчет собственно предполагает некоторый пайплайн расчета метрик и применение стат-теста ну и в итоге вы быстро надежно и не тратя очень драгоценное время аналитиков оно действительно драгоценное можете обсчитывать ваши АБ тесты ну и в конце концов есть некоторая культура принятия решений зачастую просят досчитать какие-то метрики если вдруг изначальные не покрасились да какая фраза метрика конверсии не покрасилась давайте посчитаем еще две метрики вдруг они покрасятся так делать не надо нужно заранее определять метрики и заранее определять критерии по которым вы решаете катить фичу или нет и после АБ теста их не менять ну и если вы это сможете внедрить это действительно сложно то вы сможете быстро и как правило даже более корректно принимать решение о выкатке фичей ну и в результате если вы сможете внедрить так не механики то в вашей новой прекрасной реальности АБ тест будет длиться конечно не 12 дней как в учебнике но всего 16 а не 45 что тоже на самом деле довольно здорово это очень большое ускорение получается в 3 раза так ну и я уже потихонечку подхожу к концу своего рассказа да столько всего рассказал наверное всем интересно что сработало в деливере ну если в целом да выросло количество АБ тестов как я говорил примерно в 5 раз ждем что к концу года вырасти примерно в 10 и по моим прикидкам да точных цифр конечно я сказать не могу наибольший вклад у нас внесли слои собственно возможность параллелить АБ тесты запускать на одном пользователе несколько тестов авторасчет это экономит действительно очень много времени аналитиков если сначала там вы запускали 5-10 тестов и их аналитики в принципе могли обсчитывать за разумное время то когда у вас 30-40-50 тестов то если их считать вручную то весь отдел аналитики будет заниматься только тем что считает тесты ну и еще у нас на самом деле очень хорошо сработали сработала линеаризация и прокси метрики это прям очень сильно снижало дисперсию наших метрик ну и наверное в конце все это конечно здорово с чего вы можете начать ускорение АБ-тестов в своей компании ну я бы выделил 4 шага в предположении что у вас сейчас АБ-тестов практически нет либо они считаются может быть вручную потом шаг 1 это сделать единый подход к АБ-тестам это позволит вам проводить порядка 10-20 тестов в квартал и на внедрение понадобится всего 2 недели ну это собственно все те правила выбора альфа-мощности количество групп метрик и история просто стандарт дизайна теста просто быстро очень эффективно далее я бы предложил все-таки сделать автоматический пайплайн расчета метрик и применение стат-тестов да это избавляет вас от большого количества ошибок на самом деле и экономит очень много времени и сюда я бы внес календарь б-тестов потому что на этом этапе у вас становится тестов все больше и больше разные отделы начинают конкурировать за тестовое пространство и календарь б-б вам здесь очень очень помог да третий шаг я называю массовое применение б-тестов он позволит применять условно от 40 до 200 тестов я объясню почему такой большой разброс занимает он где-то 2-4 месяца и здесь уже подразумевает внедрение слоев то есть возможность параллелить б-тесты и наверное важный этап здесь это культура принятия решений то есть это та история когда аналитики просвещают б-тестов всех в компании потому что даже если технически возможно проводить 200 тестов в квартал то тесты откуда-то должны появляться нужно убеждать людей то чтобы тесты это добро их проводить нужно ну и наверное последним этапом вместо того как обычно предполагают первым я бы предлагал делать ускорение метрик то есть начать может быть с линейризации или удаления выбросов и уже в конце в самом конце делать такой популярный кьюбд и может быть сложный прокси или трансформацию метрик ну собственно если вы посчитаете внимательно то здесь ровно 13 пунктов и кьюбд стоит предпоследним так что в целом мое мнение и опыт внедрения АБ-тестов говорит о том что в начале его применять не стоит существует гораздо больше более быстрых и эффективных способов ускорить АБ собственно они есть на слайде можете попробовать это применить в своей компании ну и на этом у меня все да если у вас есть вопросы вы можете задать их сейчас можете написать мне в телеграм на почту потом если смотрите в записи и если вам понравилась тема доклада и хотите узнать что-то еще про АБ или МЛ которые приносят пользу бизнесу можете подписываться на канал там будет интересно ну а сейчас я готов ответить на ваши вопросы давайте наверное начнем с вопросов в чате да Иван спасибо большое за доклад там коллеги